Вот уже 9 лет в молодежном центре Архангельска официально соседствуют петровские стрельцы, средневековые викинги, новгородские дружинники и швейцарские пехотинцы. Все они участники молодежного объединения исторической реконструкции «Двинской град», выходцы из разных тематических клубов. Несколько лет назад их объединила общая любовь к истории. Сегодня в сообщество входит около 40 человек совершенно разных профессий и возрастов. Ковка доспехов, пошив аутентичной одежды и обуви и, конечно же, сама реконструкция событий. Свою страсть к деталям здесь объясняют так. Это живая история. Когда ты приходишь в музей, ты смотришь экспонаты за стеклами. А тут ты приходишь на какое-нибудь мероприятие, и ты можешь это потрогать, что ты можешь померить, подержать, сколько там весит меч настоящий или шлем. Практически с нуля энтузиастами была создана материальная база. В молодежном центре они обычно собираются, чтобы вместе что-то смастерить или обсудить новые проекты. На своих фестивалях участники объединения в деталях демонстрируют, например, как жили в Архангельске в 17 веке. Таких подробностей не найдешь ни в одном школьном учебнике, а здесь все расскажут и наглядно покажут. Мы достаточно углубленно изучаем. У нас нет, например, костюма или одежды. Мы изучаем кухню, мы изучаем развлечения людей, мы изучаем ремесла различные. За зрелищностью происходящего стоит огромный интеллектуальный труд. Процесс создания, например, одной пары обуви – это целая исследовательская работа. Ребята нередко обращаются к открытым источникам мировых музеев, берут виртуальные эскизы и выкройки, в деталях копируют подлинные вещи. Составляешь так называемый паспорт костюма, где ты описываешь, кого ты хочешь реконструировать. Ну, возьмем там какого-нибудь ремесленника городского. И начинаешь воссоздавать по деталькам от нижнего белья и до верхнего, как бы все. Все это создается вручную. На пошив одного костюма может уйти до двух месяцев. Стоимость комплекта одежды в среднем составляет от 50 до 100 тысяч рублей. Но оно того стоит. Таким образом история как бы интереснее становится, когда это не просто сухие факты, которые тебе экскурсовод рассказывает, а когда ты это видишь, можешь потрогать, посмотреть там весь этот быт еще что-то и погрузиться в это. Участники некоммерческой организации нередко показывают средневековые спектакли школьникам, тем самым прививая им интерес к истории. В планах проводить открытые фестивали для всех желающих, чтобы активно развивать туристический потенциал региона. Тем более, что мест для этого предостаточно. Достаточно. Продолжение следует... Продолжение следует...